Здравствуйте! Это библейский портал экзегет.ру. Сегодняшняя тема – «Не судите по наружности, но судите судом праведным». «Беседа Христа с иудеями в Иерусалимском храме». Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 14 по 36 стихи. 7 глава Евангелия от Иоанна начинается тем, что братья предлагают Господу Иисусу Христу пойти вместе с ними в Иерусалим на праздник Кущи. Но Господь вначале отказывается, братья идут сами, а Он потом приходит тайным образом. Приходит тайно, потому что в Иерусалиме иудеи уже интересуются, где этот Иисус. А народ, который боится фарисеев, Он шепотом между собою обсуждает этого раввина. Одни говорят, Иисус хороший, добрый. Другие говорят, нет, Он обманывает народ. В 14 стихе 7 главы Иоанн Богослов повествует следующее. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. Праздник Кущи продолжался 7 дней. Половина праздника – это четвертый день празднования. В четвертый день Господь Иисус Христос взошел по-гречески в храмовый комплекс и там учил. Вратный Господь Иисус Христос беседовал с евреями в дворе женщин, который назывался также сокровищницей, потому что там стояли особые ящички для пожертвований. 15 стих. Иоанн Богослов обычно иудеями называет евреев, которые были оппонентами Господа Иисуса Христа. Так вот эти оппоненты его, слушая его поучения, удивлялись и говорили по-гречески, как этот знает Писание, не выучившись. Однако стоит здесь греческий термин «грамма», который, собственно, означает не Писание как таковое, которое обозначается термином «графи», а сам процесс изучения текстов. И поэтому иудеи удивляются, каким же образом он нас поучает и, видимо, поучает весьма содержательно, но при этом он не учился искусству толкования. Вопрос этот следует понимать в таком контексте. Дело в том, что к тому моменту у евреев уже сформировались особые школы изучения Священного Писания Ветхого Завета и прежде всего Торы, Пятикнижья Моисеева. Две наиболее известные школы были школами Геллеля и Шаммая, двух знаменитых законоучителей еврейского народа. Обычно эти школы воспоминаются в связи друг с другом, потому что между ними постоянно проходили дискуссии. Геллель, или иначе Геллель Вавилонянин, родился в 75-м году до Рождества Христова, а скончался где-то в районе 5-10-го годов по Рождестве Христовым. Наиболее значительный законоучитель эпохи позднего Второго Храма, основатель фарисийской школы, которая по его имени получила название Бейт-Геллель, то есть Дом Геллеля. В Вавилонском Талмуде в трактате Сука о Геллеле говорится следующее. Когда Тара стала забываться в народе, пришел из Вавилона Геллель и вознес ее изучение на прежнюю высоту. Школа Геллеля, его подходы к толкованию священного писания отличались с нисходительностью и заботой о бедняках. Из наиболее известных изречений Геллеля можно привести следующее. «Если не я для себя, кто для меня? Если я только для себя, что я? Если не теперь, когда же?» Другое изречение. «То, что ненавистно тебе, не делай другому». «В этом вся Тара. Остальное – комментарии. Иди и научись». Это так называемая отрицательная формулировка золотого правила нравственности. Мы с вами знаем золотое правило нравственности в положительной формулировке из уст Господа Иисуса Христа. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Здесь же формулировка отрицательная, то есть «не делай другим того, чего не желаешь себе». В чем разница в этих формулировках? Можно привести такой пример. Если сидит бедный человек, просит милостыни, следуя отрицательной формулировке. «Я пройду мимо, может быть, милостыню и не подам». Формулировка от меня этого не требует. «Но зато я его не обижу, я не отниму его деньги, которые ему пожертвовали другие, я его не ударю, я его не унижу и так далее, потому что я бы не хотел, если бы я там сидел, чтобы кто-то меня обидел». Положительная формулировка предполагает, что если я прохожу мимо бедняка, я обязательно пожертвую ему хотя бы небольшую посильную для меня сумму, потому что ставя себя на его место, я понимаю, я бы хотел, чтобы мне помогли. Еще одно из речений Геллиля. «Не отделяйся от общества, ибо всем и одно, не суди ближнего, пока не будешь на его месте». Известно, что Геллиль занял должность главы Синедриона, на которую, согласно талмудическим источникам, был назначен за сто лет до разрушения Русалимского храма, то есть в 30-м году до Рождества Христова. Его оппонент Шаммай родился в 50-м году до Рождества Христова, скончался в 30-м году по Рождестве Христовым. Основал собственную школу толкования Тары, которая получила название Бейт Шаммай, то есть Дом Шаммая. В этой школе подходы к толкованию отличались большей суровостью, большей строгостью, а иногда даже и регристичностью. Ученики Шаммая назывались Шаммайиты, ученики Геллиля – Гелелиты. Соответственно, между этими двумя школами постоянно шло противостояние. Из речений Шаммая известны наиболее следующие. «Сделай изучение Тары своим постоянным занятием. Говори мало, а делай много. И встречай каждого человека с приветливым выражением лица. Не обходи трудный путь для достижения цели. Не всегда легкий путь более правильный». Во времена Господа Иисуса Христа считалось, что раввин обязательно должен закончить одну из раввинистических школ. И, конечно, предпочтительно было, если он заканчивал либо школу Гелелля, либо школу Шаммая. Но Господь Иисус Христос не учился ни там, ни там, ни в какой-либо другой раввинской школе. Однако его наставления в храме Иерусалимском настолько были замечательны, что его оппоненты удивлялись. Как же он может учить и знать процесс толкования, когда он сам не учился? 16 стих. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего Меня». Господь имеет в виду следующее. Вы задаетесь вопросом, к какой раввинистической школе я принадлежу. Но моим учителем является Небесный Отец. Поэтому я не основатель какой-то новой школы. Я не говорю что-то от себя, но я научен моим отцом. И поэтому я представляю здесь ту самую важную, ту наиболее значительную школу, которая необходима для всех. Сам Бог объясняет через Меня свой закон. 17 стих. Кто хочет творить волю Его, то есть волю Божию, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Христос предлагает следующий универсальный критерий для того, чтобы понять, насколько истинно Его учение. Если мы задумываемся о Боге, если мы желаем к Нему идти, стремимся к Нему и хотим Ему угождать, исполнять Его волю, то мы можем узнать о том, какова Его воля, в том числе и исходя из голоса нашей совести. Ну а, конечно же, иудеи знали еще и законы. И поэтому, если кто-то желает изучать и потом исполнять закон, данный через Моисея и пророков, этот человек увидит, что слова Иисуса Христа, безусловно, в том же духе, в том же направлении, что и учения ветхозаветных пророков. Итак, всякий, кто хочет исполнять волю Божию, увидит, что предлагаемое Христом учение этому способствует. Это самый надежный критерий христианского вероучения. Позже Тортулиан скажет, всякая душа человеческая, по природе христианка. 18 стих. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему Его, тот истинен и нет неправды в нем. Здесь Господь говорит о том, что характерно и для современной науки. Очень часто, особенно в области богословия, вдруг появляется какая-то абсолютно новая теория. Она отвергает очень часто многие или догматы церкви, или церковные предания, или какие-то другие сложившиеся концепции. И, конечно, из-за того, что она себя вот так негативно противопоставляет церковной традиции, бывает и такой теории, начинают много говорить, смотрите, появилось то, чего не было 2000 лет назад. Но, как правило, создатели этой теории предлагают что-то новое, чтобы прославиться в мирском смысле. И зачастую такие теории бывают абсолютно непригодны для церковного богословия. Например, школа исторического Иисуса, которая вся построена на отвержении чудес. Чудес быть не может. Поэтому давайте мы заново иначе прочитаем евангельскую историю без чудес, без сверхъестественного. Понятно, что церковный верующий человек, читающий и изучающий Новый Завет, не может отталкиваться от подобного рода теории, школы, построений. И, по большому счету, эти школы и построения во многом служат всего лишь к прославлению их авторов. Поэтому Господь говорит, говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему его, тот истинен и нет неправды в нем. Конечно, по-гречески нет неправедности. Стоит слово адыкия. То есть он ведет себя правильно. Тот, кто в русле традиции, конечно же, не выставляет себя на показ, не хочет к себе привлечь внимание, а продолжает церковную традицию. Профессор Московской Духовной Академии Михаил Степанович Иванов любит повторять «Плохая богословская книга та, которая быстро устаревает». И действительно, если мы находимся в русле церковной традиции, мы очень часто не говорим какие-то совершенно необычные вещи, не привлекая внимания к самим себе, как проповедники или экзегеты, но являемся работниками и продолжателями нашего церковного предания. Об этом же говорит и Господь Иисус Христос. То предание, которое дано было Моисеем и закон Моисея, были даны от Бога. И сейчас Христос поучает евреев в храме Иерусалимском, не себя выставлено на пероплан, но пославшего его, который уже прежде и говорил к еврейскому народу. Поэтому слова Христа и учения Христа истинны, а его поведение не является неправедным. Девятнадцатый стих. Действительно, евреи согласны с тем, что Моисей, а лучше сказать Бог через Моисея, дал им закон. Но здесь Господь не имеет в виду некую общую греховность человеческого рода и общую греховность евреев в том смысле, что, конечно, невозможно во всем исполнить закон, в чем-то евреи нарушали в каких-то деталях закон. Здесь Христос имеет в виду другое, и что он имеет в виду сейчас будет ясно. Итак, говоря о том, что вы нарушаете закон, он подчеркивает, вы сами закон нарушаете, но вы ищете убить меня. За что? Двадцатый стих. По-гречески несколько иначе. Ответила толпа. О-ох-лос. Демон в тебе. Демона имеешь. Кто тебя хочет убить? Вероятно, отвечают паломники, которые пришли в Иерусалим из разных частей Палестины, может быть, из регионов России не евреев. Те паломники, которые абсолютно не в курсе, что иудеи, в частности фарисии, задумали Господа Иисуса Христа убить. Поэтому, слушая его наставления в Иерусалимском храме, находясь там в храмовом комплексе, они удивляются. Да ты что? Может быть, в тебе бес? Кто хочет тебя убить? Однако, Господь не обращает внимания на эти реплики. Двадцать первый стих. Иисус, продолжая речь, сказал им. Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Вероятно, речь идет об исцелении слепорожденного, которое произошло в субботний день. Поэтому-то они Господа и обвиняют, в нарушении субботы, и выставляют как нарушителя закона Моисеева вообще. Однако, кроме этого исцеления, кроме этого чуда, было и другое большое количество чудес, которые сотворил Господь Иисус Христос, и у которых, при совершении которых, не было такого формального повода обвинить его в нарушении Тары. Двадцать второй стих. «Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезаете человека». Здесь Христос указывает на то, что, обрезывая младенцев, по сути дела, евреи нарушают десяти слове, если день обрезания, восьмой день после рождения, приходится на субботу. При этом заповедь о субботе входит в число десяти заповедей Ветхого Завета и Тары. И, соответственно, о десяти заповедях и о заповеде о субботе неоднократно говорится в Пятикниже Моисеевом. В то время как приложение обрезывать младенцев это всего лишь традиция доставшаяся евреям от патриархов, а не только однажды, говорит Моисей в книге Левит в 12 главе в третьем стихе в восьмой же день обрежется у него, родившегося младенца, крайняя плоть его. Получается, что по своему статусу заповедь о субботе значительно выше, чем вот продолжение этой патриархальной традиции обрезания младенцев. Но, тем не менее, если на восьмой день приходится суббота, евреи все равно совершают обрезание младенца, при этом нарушая более значимую заповедь. Двадцать третий стих. Если в субботу принимает человека обрезание, продолжает слова Господь Иисус Христос, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Как при обрезании, так и при исцелении слепорожденного Господом Иисусом Христом имели место два разных аспекта. Аспект материальный и аспект духовный. При обрезании младенца материальный аспект заключается в том, что обрезывается крайняя плоть, совершается хирургическая операция, а духовный аспект в том, что младенец становится членом еврейского сообщества. Во время исцеления слепорожденного Господь Иисус Христос физически вернул зрение человеку, а духовно даровал ему уверовать в него Господа Иисуса Христа. Как и всякое исцеление Христа, оно сопровождалось не только физическим, но и духовным просвещением. Поэтому, когда сопоставляются эти два разных события Господом Иисусом Христом, обрезание младенца и исцеление слепорожденного, конечно, для любого очевидно, что исцелить слепорожденного сложнее, но и при этом важнее, чем обрезать крайнюю плоть. Но крайнюю плоть евреи обрезывают и не считают себя нарушительными одной из десяти заповедей. А вот Господа Иисуса Христа как раз обвиняют в таком нарушении, хотя соделанное им намного превосходит то, что делают они. 24 стих. Не судите по наружности, но судите судом праведным. Подведя евреев к мысли о том, что их обвинение несправедливо, Господь говорит о том, что если уж вы беретесь судить, не судите по наружности или, как бы мы сейчас сказали, формально, но судите судом праведным. То есть тем судом, который является следствием и вашей веры, и ваших разумных, осмысленных, адекватных действий. Из этой фразы следует, что христианство по своей природе абсолютно не приемлет формализма. Все, что делается для галочки, для внешнего вида, не может быть христианским. 25 стих. Тут некоторые из Иерусалимлян говорили, не тот ли это, которого ищут убить? Мы помним, что паломники только что удивились, почему Христос сам сказал о том, что его хотят убить. И даже его, Христа, обвинили в том, что он бесноватый. Стоявшие там в толпе паломников жители Иерусалима промолчали, но подумали, раз он сам об этом говорит, наверное, он и есть тот, которого наши законоучители решили убить. И они его ищут. 26 стих. Вот. Он говорит явно. В греческом тексте он открыто возглашает, стоит глагол ла лео. И ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Жители Иерусалима вели свою религиозную жизнь с оглядкой на начальство. Это стало препятствием для того, чтобы они уверовали во Христа. 27 стих. Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Здесь оппозиционеры Христа ссылаются на некое тогдашнее мнение о том, что когда придет Мессия, никто не будет знать, откуда именно он пришел. А про Господа Иисуса Христа не знают, что он из Назарета, знают, кто его отец, кто его мать. И поэтому считают, что он не является настоящим Христом. 28 стих. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я, и я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете». Отталкиваясь от этих слов своих оппозиционеров, Господь Иисус Христос и начинает следующее поучение. Но синодальный перевод здесь не точный. По-гречески «Экроксен закричал в храме Иисус уча». То есть он очень громко стал говорить, явным образом привлекая к себе внимание. «Вы меня знаете, вы знаете, откуда я, но я пришел не сам от себя, истинен пославший меня, которого вы не знаете». «Хорошо», говорит Господь, «вы претендуете на то, что вам известно место моего происхождения, мои родители, но я прихожу не от них, не во имя своих родителей, я прихожу во имя Бога, а вот его-то вы и не знаете». И, конечно, в этих словах скрыта ирония, потому что религиозные деятели считали, что прежде всего Бога они и познают. 29 стих. «Я знаю Его, потому что я от Него, и Он послал меня». Христос явно указывает, «Я не только посланник Божий, каковыми были, например, пророки, но я еще и знаю Бога, я от Него, Он меня послал, я выше, чем просто пророк». 30 стих. «И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел час Его». Уже озаботились, чтобы схватить Господа, но пока еще Он от них уклоняется. 31 стих. «Многие же из народа уверовали в Него и говорили, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил». «Простой народ», говорит святитель Иоанн Златоуст, обычно очень падок до разного рода чудес, знамений, поэтому он выражает естественную, простую веру, но эта вера, как покажет дальнейшее развитие событий, окажется очень нетвердой, некрепкой, непрочной и ненадежной, потому что они в конце концов отвергнутся от Иисуса и будут призывать Его распять, но до данный момент они выражают здравую мысль, неужели какой-то другой Христос, если придет, сотворит больше знаков и знамений. И вот это мнение о нем, как об истинном Христе, который выразил простой народ, еще больше раздражает фарисеев». 32 стих. Услышали фарисеи такие толки о нем в народе и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Конечно, в греческом тексте услышали фарисеи толпу ропщущую о нем. Однако, те служители, которых посылают фарисеи и первосвященники, возможно, это были какие-то представители Синедриона, потому что как раз в Синедрионе и первосвященники, и фарисеи были лидирующими партиями. Но эти служители, которые приходят для того, чтобы схватить Иисуса, этого не делают. Иисус к ним обращается, говорит, 33 стих. Иисус сказал им, «Еще недолго быть мне с вами и пойду к пославшему меня». 34 стих. «Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». Господь прозревает свои крестные страдания и свою смерть. И поэтому, когда подходят служители, он говорит, что скоро он уходит. «Я пойду к пославшему меня. Мне уже недолго быть с вами. Вы будете искать меня, но не найдете, не сможете прийти туда, куда иду я». Куда же пойдет Господь Иисус Христос? Он взойдет к Небесному Отцу. Они будут его искать, но поскольку они не уверуют в него, они так и не смогут его найти. Не смогут уверовать в него, через него прийти к Отцу, и поэтому также не смогут пойти туда, где будет находиться он, Одесную Отца. Таким образом, их неверие станет препятствием к тому, чтобы они наследовали Царство Божие. Говорит здесь Христос илодеям это для того, чтобы их устрашить, подчеркивает святитель Иоанн Златоуст, для того, чтобы они задумались, что они потеряют, если не уверуют во Христа. 35 стих. При этом иудеи говорили между собою, куда он хочет идти, так что мы не найдем его. Не хочет ли он идти в эллинское рассеяние и учить эллинов. Словом рассеяние переведено греческое слово диаспора, то есть общество еврейское, которое проживало за границами Палестины. Евреи говорят друг другу, он, наверное, хочет пойти или в диаспору, где живут наши единоплеменники, а может быть даже и к эллинам, то есть к язычникам, там их учить и там объявить себя мессией. Но это же абсурдно, потому что настоящий мессия должен быть здесь, в Иерусалиме. Ну и хорошо, пусть идет туда, он тогда очевидно для всех будет ложным мессией, мессией язычников. Так они рассуждали и даже насмехались над Иисусом. 36 стих. Что значит сие слова? которые он сказал «Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». Наверное, это какие-то труднодоступные районы, о них говорит Иисус из Назарета. Это тоже усмешка. И вот воспринимая так, с усмешкой, с надменем, с пренебрежением Господа Иисуса Христа, иудеи не знали о том, что он действительно будет не только их мессией, мессией еврейского народа, но мессией язычников и мессией всех людей. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры!